Грудненские профсоюзы приняли декларацию о предстоящем референдуме по поправкам в Конституцию. Во время Пленума, помимо подведения итогов работы объединения, также рассмотрели вопросы по обновленному проекту Конституции. На протяжении последних месяцев профсоюзы встречались с трудовыми коллективами. Они также внесли свой вклад в разъяснение изменений и дополнение в основной закон страны. Как отметили специалисты, по многим вопросам у белорусов мнение изменилось. Я думаю, что меня радует другая сторона медали – социальная ответственность. Немножко изначально люди не понимали, как это мы будем отвечать, нести определенную заботицу о своем здоровье или заботиться о своем государстве, проявлять определенную социальную ответственность в отношении, в том числе воспитания детей. Но на сегодняшний день, что меня радует, это то, что люди поддерживают повышение социальной ответственности каждого гражданина нашей страны. Накануне миссия СНГ проверила процесс подготовки к референдуму. Специалисты заверили, что в Гродно все организовано для голосования в соответствии с законодательством и международными нормами. Сейчас аккредитованы более 100 международных наблюдателей и порядка 40 тысяч национальных. Большинство из них представляют общественные объединения. 164 членов избирательной комиссии были выдвинуты отраслевыми, городскими профсоюзами. Также более 130 наблюдателей выдвинуты на участки для голосования. Подходят к концу и диалоговые площадки со студентами. Спикерами на них выступили политологи, депутаты, представители общественных организаций и местной власти. Одна из последних прошла в Купаловском университете. Наша задача представителей уронов власти, представителей конституционной комиссии ответить на все вопросы, которые есть у следующего поколения управленцев. Для того, чтобы обеспечить преемственность поколений, обеспечить преемственность курса, ну и услышать их мнение, мнение уже практических специалистов тем изменениям, которые выносятся на референдум. Напомним, основной день голосования пройдет 27 февраля. Севраля досрочно отдать свой голос можно с 22 по 26 число. Всего погродно сформировано 132 участка в области 608. 35 из них базируются в лечебных учреждениях и два в войсковых частях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok